В Уральске разгорелся скандал вокруг дома, строящегося возле железнодорожной ветки. В связи с этим руководство предприятия, которому принадлежат пути, подало в суд на строительную компанию, хотя ранее не было против строительства. В результате разногласий страдают дольщики, которые ждут свои заветные квартиры. В запутанной ситуации разбирался наш корреспондент. По словам Талата Морзагалеева, руководителя строительной компании, отвечающей за строительство дома по улице Молдашева, 20-1, перед началом работы были оформлены все необходимые разрешительные документы, успешно прошли государственную экспертизу. Строительные работы многоэтажки шли полным ходом, осталось завершить девятый этаж одного подъезда. Но владелец железнодорожных путей, директор ТОО «Стройкомбинат», подал жалобу и потребовал прекратить строительство, аргументируя, что дом находится в непосредственной близости от железной дороги. Самое интересное, что для строительства данного дома стройматериалы покупали именно у этой компании. И владелец железных путей знал, что рядом возводится многоэтажный дом. Когда мы все это начали, он же видел все. Этот человек вообще изменял целевое значение, был в комиссии. Он сидел в комиссии и подписывал, что он сам был согласен. А теперь спустя какое-то время ему не понравилось, не знаю, или теперь... Своё решение противоречит. Своё решение противоречит. До этого хоть он принял решение, а теперь что? Считай. И не пойму из сути человека, с чего он хочет этим самым. Долгожданного заезда в новую квартиру ждут жители дома по улице Молдогулова, 13, который был признан аварийным. В связи со сложившейся ситуацией они боятся, что останутся без крыши над головой. Мой дом ушёл под снос. Нам должны были дать квартиру в новом доме. Из-за одного человека мы можем оказаться на улице. Как так можно? Рядом стоит заселённый дом. Куда смотрел Акимат, когда выдавал землю под строительство многоэтажного дома? Теперь мы, простой народ, оказались в такой страшной ситуации. Я боюсь, что останусь без дома. Дом почти закончен. Остались внутренние строительные работы, электромонтажные работы. Я сам пенсионер и переживаю, как мы дальше будем жить. Всё теперь зависит от решения суда. Отмечу, что судебные споры затянулись, уже не знаю, что делать. Когда это уже закончится и нам дадут спокойно жить в наших квартирах? Отметим, что часть из 132 квартир девятажного дома предназначена сотрудникам полиции, владельцам аварийного дома и вкладчикам. Управление архитектуры и градостроительства был заключён меморандум между Управлением строительства, Департаментом полиции и ТОО «АТЖ-2». По АПЗ всё остаётся в силе. Суд отменил иск в отношении АПЗ, однако по согласованию эскиза удовлетрил. Тем не менее, сейчас всего меньше месяца прошло время. До оспаривания ещё у нас есть время. На следующем месяце мы планируем подать иск об оспаривании решения суда. Также Мурат Пекташенбаев подчеркнул, что соседствующее предприятие возле строящегося дома попросту переживает о своей дальнейшей судьбе, смотря на то, какое большое разбирательство было между ИП Ирменово и ТОО «Кублей», боясь повторения истории. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства заверил, что все выданные разрешения являются законами. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Аймураджа Капар, ТДК-42.